На этой неделе губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел внеочередное совещание с главными врачами городских и районных больниц. Основной вопрос оплата труда медицинских работников. Вот, кстати, в последнее время эта тема очень активно обсуждается на самых разных уровнях. Отправной точкой стал майский указ 2012 года о мероприятиях по реализации государственной социальной политики, принятой президентом страны Владимиром Путином. Это так называемая дорожная карта. В ней, в частности, речь идет о поэтапном повышении к 2018 году зарплаты медиков. Для врачей до 200%, для медсестер до 100% от средней по региону. Это накладывает особую ответственность на всех, кто занят в области. От министра до рядового врача. От вас зависит первую очередь, жизнь издавая любви. Это главное, но не единственное. Условия труда медицинских работников, уровень их заработной платы, удовлетворенность населения, качество наказанного услуга и многое-многое другое в зоне нашей совместной ответственности, уважаемые коллеги. Итак, какова ситуация по зарплате медиков в нашем регионе сегодня? Вот по последним данным Министерства здравоохранения, у врачей она составляет примерно 29,5 тысяч рублей, у медсестер чуть больше 16 тысяч, у младшего медперсонала 10,5 тысяч. По статистике за инвартируем 2014 года по показателям средней заработной платы в Оренбургской области мы также выполнили по всем категориям медперсонала. Средняя зарплата – это не значит, что у каждого работника она точно такая, как заявлено министерством. Например, у 67% врачей она больше, у 33% меньше среднеобластного показателя. Цифра складывается так. Общий фонд заработной платы лечебного учреждения делится на количество сотрудников. И вот, что говорят главные врачи по этому поводу. По врачам у нас средняя зарплата 29,5 тысяч, по среднему медперсоналу 17,5 тысяч, и по младшему медперсоналу у нас 10,5 тысяч. И за счет чего это достигаете? У вас на парке, у вас коэффициент? Ну, у нас все как. У нас же есть положение об оплате труда, но утверждено примерное положение, разработанное Министерством здравоохранения. Мы по максимуму по этому положению сделали все выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты. По итогам двух месяцев заработная плата у врачей более 30 тысяч, у среднего медперсонала более 16 и порядка 12 тысяч у младшего медицинского персонала. Порядок у нас единый по области, и вот мы работаем, так скажем, в конве тех рекомендаций, которые сформулировал для нас Минздрав. В целом позитивно встречена новая оплата труда среди медицинских работников, и необходимо отметить, что она позволяет дифференцированно подходить к оплате в зависимости от вклада каждого сотрудника в результаты. Но, как выяснилось, не во всех лечебных учреждениях выполняется указ президента. В числе аутсайдеров – Бугурусланская районная больница, где ни по врачам, ни по средним и младшим медработникам повышение зарплаты до среднеобластных показателей не достигнуто. Вы объясните, почему вы не выполнили указ президента? Мы платим в массовых средств для выполнения уголовного указа. Значит, вы тогда неэффективно ими распоряжаете. У вас заместителей на два человека меньше, чем у меня. Мысль понятна, о чем я сказал? Да, конечно. Разве у вас будет хватать денег? На совещании было отмечено, что на местах отсутствует нормальная разъяснительная работа по вопросу начисления зарплаты. По этой причине в том числе и возникают проблемы. Главная цель указа президента – повышение платы за качественный труд. Новый механизм предусматривает стимулирующие надбавки. Кому и сколько – решают советы по качеству, которые созданы в каждом ЛПУ. Туда должны входить не только руководители, но и рядовые сотрудники, подчеркнул в своем выступлении министр здравоохранения Тамара Семивеличенко. Каждый должен понимать, что его личная зарплата сегодня зависит от собственного отношения к делу, которым занимается. Губернатор области поручил Министерству здравоохранения до конца месяца доработать критерии эффективности деятельности специалистов, чтобы каждый из них получал достойную оплату за свой труд в зависимости от его объема и качества. Министерству здравоохранения до конца месяца